Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Куликов Сергей и это Фокусы от Моряка. В этом видео я хочу показать вам очередной очень простой фокус. Я недавно его увидел, и он меня на самом деле очень поразил. Фокус называется Карты Рубика. Он делается просто, собственно, я и решил его вам показать. Для того, чтобы показать вам этот фокус, я воспользуюсь колодой Magic Castle. Кому интересна эта колода, то ссылку на обзор и на покупку в проверенном магазинчике я оставлю, как обычно, в описании к видео. Итак, друзья, ну что ж, для начала давайте, конечно же, перетасуем наши карты, чтобы у нас все получилось, чтобы мы с вами не прогорели нигде. И возьмем все карты какой-нибудь масти. Ну, к примеру, давайте возьмем вот бубновые карты. Пускай буби у нас играют в этом фокусе главенствующую роль. Семерочка, осьмерочка. Все. А теперь, друзья мои, давайте мы возьмем с вами вот этот вот весь бардак, который у нас получился, да, перетасуем различными способами. Перетасуем так, хорошенечко, да. Потом, к примеру, ну, можно таким вот детским способом просто перетасовать. Потом, к примеру, давайте вот так вот перетасуем. Такими несложными способами, да, чтобы любой смог повторить. Ну, потом давайте перетасуем совсем вот таким вот детским способом. Одну вниз, одну вверх, одну вниз, одну подниз, одну на стол, одну подниз. И так вот перетасуем их Должен сказать, что детские способы тасования самые надежные Ну и давайте, конечно же, теперь, как обычно, подснимем наши карты Чтобы уж вообще ничего здесь у нас не получилось Но за что я люблю карты Рубика? За то, что как их не тасую, они все равно вернутся в свою нормальную последовательность Вот такой вот прикольненький фокус, друзья мои Прежде чем перейдем к обучению, хочу сказать, подписывайтесь на мой канал И смотрите первым новые видео Ну а теперь давайте смотреть обучалку Ну что ж, друзья, фокус этот элементарный, но нужна небольшая подготовочка для него Итак, первым делом мы достаем все карты одинаковой масти И раскладываем их обязательно вот в этой последовательности Начиная с дамы и до восьмерки То есть дама, балет, два, шесть, туз, пять, король, десять, девять, четыре, три, семь, восемь Именно в такой последовательности и раскладываем Разложили, собрали эти карты и убрали на низ колоды То есть здесь вот внизу они у меня лежат Теперь мы говорим зрителю, что так и так Мол, возьмем сейчас произвольно какую-нибудь мазь, да К примеру, пусть это будет буби Ну перед этим, конечно же, перетасуйте колоду пару раз Вся эта тасовочка никакой этой последовательности не собьет То есть два раза перетасовали Перевернули колоду и говорим Ну вот давай с бубей, допустим, мы начнем Возьмем буби, да Откладываем буби, буби, буби Пролистываем дальше Буби откладываем Буби откладываем Буби, буби Буби Чтобы все они ложились друг на друга в той последовательности, в которой они вам попадаются То есть это как раз та последовательность, в которую мы раскладывали То есть у меня завершает семерка и восьмерка сейчас все это дело Ну после восьмерки для вида так посмотрите Хотя, конечно же, там уже ничего нет Итак, эти карты нам больше не нужны То есть остается вот та же самая последовательность, в которой мы с вами раскладывали карты Но только уже с другого конца Итак, теперь говорим зрителю, что перетасуем колоды различными способами Итак, сначала тасуем вот так Раз, два, бросили наверх Потом раз, два, три, бросили наверх Потом раз, два, три, четыре, бросили наверх Далее Говорим, что тасуем детским способом Отлистываем три карты, бросаем Отлистываем две карты, бросаем наверх этих трех Снова отлистываем три карты, бросаем Снова отлистываем две карты, бросаем И снова три карты, бросаем поверх Далее Следующий способ Выдвигаем одну карту Выдвигаем одну карту вверх Вниз, вверх, вниз Вверх, вниз, вверх Вниз, вверх Вниз, вверх, вниз Эти карты я вот так вот вынимаю И кидаю поверх этих карт Дальше что? Говорим, что тасуем совершенно элементарным В общем, способом Даже если вы не умеете делать детский способ тасования То мы тасуем так Одну на стол, одну под низ Одну на стол, одну под низ На стол, 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 под низ И так вот всю колоду мы с вами Сбрасываем на стол И говорим, что за что я люблю карты Рубика Так это за то, что как их не тасуй Они всегда возвращаются В нормальную последовательность И начинаем спокойно выкладывать карты Потому что Все те наши тасования Заставляют эти карты лечь в нормальной последовательности Главное не путать тасование Не начинать с какого-то другого То есть надо обязательно начинать с первого И так вот последовательно, как я показывал Ну что ж, друзья На этом все На связи с вами был Куликов Сергей Он же Моряк Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на рассылку 10 редких фокусов И вступайте в нашу группу ВКонтакте обязательно Ну что ж До связи